Дом культуры Кузьмовский Добрый вечер, друзья! Я очень рад вас всех видеть. Сегодня не совсем обычный вечер, необычный он по нескольким причинам, но о них я скажу чуть позднее. А сейчас самая первая причина. Сегодня нашему проекту «Живая струна» исполнилось 9 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ В январе, в новогодние каникулы, состоялась самая первая встреча здесь, в этом самом зале. Здесь еще не было ни этого подиума, ни вот этой красоты по стенам, ничего не было. Вот там вот стояли актисты, здесь ели люди за столиками. И вот был первый вечер. Для того, чтобы отделить сцену от зрительного зала, на пол были положены несколько разноцветных софитов. В общем, такая была полупоходная обстановка. Но тем не менее, за эти 9 лет очень многое изменилось. Мы прошли очень большой путь вместе с творцом культуры. И вы видите, во что это все превратилось за эти 9 лет. По-моему, это замечательно. Но и все эти 9 лет, буквально с самого первого вечера, что бы здесь ни происходило, здесь сохранялась та душевная и радостная атмосфера, которую мы хотели создать здесь, и которую мы здесь создали общими усилиями все вместе с вами. Ну и сегодня, поскольку вечер январский, и, в общем-то, уже несколько дней за окном вполне себе настоящая зима, поэтому и первые песни будут такие немножко новогоднего характера. Сергей Никитин. Стихи Юрия Левитанского. Друзья, напоминаю, что если вам знакома песня, которая будет звучать, не стесняйтесь подпевать. Это совершенно нормально, и у нас это принято. Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагайте вы, полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пропагаю. Ваши слушания, странные породы, да. Что же за всем этим будет? А вы, я думаю, будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь и сам эту белую книгу читаю. Эта с картинками ютой, старинной буквально. Чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал, и слух это мною проверил. Будто проще сегодня звенело сверее. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и платья из легкого сица. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько у гения кружи нить. Недолго вечна ее гавала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего вала И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, так разрешите же в сударе руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Еще одна зимняя песня, если можно так выразиться. Алексей Ивашенко, Георгий Васильев. Шипучие вина. Шипучие вина. Темно, мы не глядя, Друг на друга пьём шепучее вино. Вина-то, кортно плакал, А цена-то драга. Наши вечные заплаты, Наши дикие беда, Наши дети, наши обы, Это было так давно. Мы не глядя, Друг на друга пьём шепучее вино. О взаимных наших болях Осуждаем мы, шутя. А во брате что-то воет, Что-то плачет, как дитя. То ли время, то ли юга, Впрочем, это всё одно. Ведь сама моя подруга И шепучее вино. То ли ветер, то ли юга, Впрочем, это всё одно. Ведь сама моя подруга И шепучее вино. И шепучее вино. Спасибо. Ну и теперь, чтобы немножко поднять бодрость настроения, перейдём от Юрики более, скажем так, динамичной песни. Юрий Ким. Что с тобой? Что со мной? Ничего такого. Я не хожу на голове, По воздуху лечу. Что хочу, то делаю, Но честное слово Ничего плохого я сделать не хочу. Начинается, день начинается, Вслед за солнцем С одного не поднимается. Он играет и поёт Удивительный день, Любопытный, как тюрень, И большой, как рыжий. Что с тобой? А что со мной? Со мной всё в порядке, Всё живо на выбор, И залом наперёд. Переход на возрасте, Очень мало взрослости, Но это горит, Со временем пройдёт. Начинается, день начинается, Вслед за солнцем С одного не поднимается. Будешь развить, поёт Удивительный день, Любопытный, как тюрень, И большой, как рыжий. Стану когда-нибудь Взрослой причиной, Что-нибудь построю И стану на голове. Но иногда Без видимой причины Я разом-другой Пройдусь на голове. Начинается, день начинается, Вслед за солнцем С одного не поднимается. Он играет и поёт Удивительный день, Любопытный, как тюрень, И большой, как рыбалки. Спасибо, друзья. Но вечер у нас сегодня длинный. Я думаю, что мы ещё с вами в течение вечера встретимся. Но я пока что не ухожу со сцены, А сейчас немножко интерактива, что называется. Дело в том, что у нас сегодня не только день рождения нашего проекта, А в этом году в наш коллектив влился замечательный человек, Который, в общем-то, как-то сразу быстро вошёл в нашу компанию И завоевал всеобщую любовь. И сейчас, сегодня у этого человека день рождения, Причём круглая дата, ему 40 лет. Ура! Давайте поздравим Андрея Зеленского. Андрей, попросите для нас. Ну, в день рождения принято дарить подарки. Поэтому у нас сегодня для Андрея заготовлено некоторое количество подарков. И подарки эти, скажем так, не совсем простые. Мы долго думали, что вообще можно подарить такому замечательному человеку. И, собственно говоря, решили обратиться к мудрости устами младенца, как говорится, глаголит истина. И поэтому мы подумали вот как. О чём каждый мужчина мечтает с самого-самого раннего детства. И пришли к выводу, что есть три вещи, три таких вот подарка, о которых, наверное, каждый мальчишка мечтает с самых ранних детских лет. И поэтому сейчас эти призы появятся у нас здесь в зале. И первый из них — это, конечно же, сабля. Сабля в студию. Это первый подарок. Второй, как вы, наверное, уже начинаете потихоньку догадываться — это Будённовка. Будённовка в студию. И, наконец, третья. Это, конечно же, Лисапет. Но поскольку большой железный Лисапет у Андрея уже есть, и он даже нас на нём возил. Поэтому третий предмет — это такой специальный гаджет для этого самого Лисапета. Гаджет-студио. 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 Но это ещё не всё. В эти новогодние каникулы мы, собственно, всей семьёй пересматривали пиратов Карибского моря. Все четыре серии подряд. И вообще как-то этот год у нас начался с пиратской тематики. И поэтому, в общем-то, возникла такая мысль. У пиратов принято передавать чёрную метку. Но поскольку моя дочка убедила меня в том, что чёрная метка — это какая? Мы решили пойти по другому пути. Андрей, дай руку. Мы передаём тебе белую метку — знак того, что ты влился в наш дружный коллектив. Андрей, покажи ещё раз. Там пресса. Да, там ещё есть надпись, её можно будет потом почитать на досуге. Мы с тобой. Твоё музыкальное среда. Спасибо. А теперь наши очаровательные снегурочки могут вручить подарки. Ахахахахахахахахаху Андрей, замечательно, что ты теперь с нами. А теперь мы попросим тебя занять свое место под бодрую музыку. Но и это еще не все, потому что сейчас мы все вернемся сюда, кроме Андрея, который будет сидеть в зале, и споем поздравительную песню. Музыкальная среда, поднимаемся, пожалуйста. Оля. Музыкальная среда, поднимаемся, пожалуйста. Музыкальная среда, поднимаемся, пожалуйста. Музыкальная среда, поднимаемся, пожалуйста. Музыкальная среда, поднимаемся, пожалуйста. Садитесь только по проходе. Так, садитесь. Витару слышно? Слышно? Главное, видно. Главное, видно. На гадать тебе мы рады Позитива навсегда И успехов, и награды Пожелает пусть всегда Ой, да-да, ой, да-да Пожелает пусть всегда Ой, да-да, ой, да-да Эх, Марк! День рождения – это классно Это праздник всех друзей Скажем мы единогласно Будьте счастлив, наш Андрей! Ой, да-да, ой, да-да, Учите счастлив, наш Андрей! Ой, да-да, ой, да-да, Эх, Марк! День рождения! Ура! Ну, и вот на этой веселой ноте мы продолжаем наш сегодняшний вечер Я с удовольствием приглашаю на эту сцену нашего следующего артиста А это Сталина Соломонна Мишталь, которая сейчас буквально через несколько секунд появится здесь на сцене Итак, Сталина Мишталь, под ваши губные аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, ребята, я денек! Всем денькам денек! Я поздравляю, во-первых, с девятилетиями! Нет, во-первых, с Новым годом! Мы еще не видели в этом году! Во-вторых, с девятилетиями! В третьем день рождения Андреев, отца семейства и одного активного члена музыкальной серебрии, который во всех праздниках, во всех участиях, представляет самое активное участие вместе с Воленькой Так что я поздравляю эту семью с тем, что у них родился день рождения папой! Вот так! Можно? АПЛОДИСМЕНТЫ Всем активистам музыкальной серебрии и Новый год я подарила вот такую книжку Вот сейчас я эту книжку дарю Андрею, вернее, опять его семье чтобы читали амбарную книгу и хохотали до упаду, радовались, потому что эта книга, которую без радости и веселья читать совершенно невозможно, чтобы подтверждали многие... АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё одно событие В прошлом году у меня украли книги Леки Вот... Ну, был такой... Ой-ой-ой... Горе был такой... Горе-горе-горе... Мне сказали ничего подобного До Нового года книги вы узнаете И вы знаете, они были найдены Мне звонили до Нового года Звонила Леночка... Богатова Богатова И мы должны были здесь встретиться и обменяться Я ей подарил книгу, а нам не вернуть книги Но, к сожалению, она вчера попала в больницу Пожелаем ей доброго здоровья и скорость встречи о выздоровлении Я ей очень благодарна, потому что она, так сказать, сняла груз с моих встреч перед Новым годом Осталась только одна книжечка, которую ей не удалось вытащить из этой тётки Это вот такая вот книжка, самая первая издание Леки Самая-самая первая Вот... Она мне была подарена в 2002 году, но вот пока она ещё там Но Лена сказала, что не я буду, если я её не вылог Так что доброго ей здоровья и благодарности за то, что она приняла такое активное участие в моём, вот в этом, сказал, несчастье Потому что книги не сами книги, а то, что они были подарены и являлись архивными документами Ну ладно, это всё Елька Я в прошлом году не смогла вам из-за этого прочитать новые стихи Лейкина, детские Они меня... Я их услышала перед Новым годом впервые И, конечно, всем с радостью быстренько хочу прочитать, потому что... Ну, Лейкин есть Лейкин, вы уж меня извините Я вас с нами замучила Лейкином, но я вот так вот живу Стихи о несовершенном устройстве человеческой головы Кошмар, сказал приятель мой расстроенный Как наша глупая голова устроена Два уха по бокам Для чего? По мне бы нам хватило одного Чтобы услышать всё на свете этого На свете звуки А всякие глаза Их тоже ведь две штуки А для чего? Для слёз? Для красоты? Когда одним всё тоже видела Вы А рот Хм... Всего один Один всего лишь И ты в разнос всю жизнь себя не волишь Чтобы этим ртом единственным успеть Поесть, попить, поспорить, песню спеть Кошмар! Зачем жестокая природа из человека сделала урода? Проросшего глазами и ушами А два в рта как раз не помешали И даже три Одним пломбир вкушаешь Другим бутылку пепси сушаешь А третьим шутишь Слаще нету доли Ну я в ответ Ты с добром, что ли? Фантаст безумный Натуральный псих А зубы? А зубной подумал более В три раза Это взводишь по неволе Ну как тебе в такой весёлой роли? Кошмар! Сказал приятель И затих Это первое АПЛОДИСМЕНТЫ И второе Тоже детское стихотворение Упавший со стула Однажды я упал со стула Легко, как будто ветром сдуло Докуркался, докрутился И повалился прямо на пол Ни на кого не превратился И по слезам не закапывался А мама с бабушкой Вдруг Устроили ужасный гомон Решили, что их сын и внук Перекалечен, переломан И зря не спорь И знай Нам видней И скорую нам выдать Если Ты проведёшь остаток дней Тонтуйся в специальном кресле И с ней вызвать А я им говорю Не надо постель больничную стелить Ну просто ваше чудо-чадо Решило вас развеселить Чтобы вы не злились, не боялись Обеселились, смеялись Чтоб всем вам было фиолетово Вот исключительно для этого Моё тужинистое тело со стула На пол улетело И с этих пор в следствии нашем Возникла новая потеха Мы, как и все, куём и пляшем По выходным поём и пляшем Куём и пажем По выходным поём и пляшем Но маловато было смеха А нынче, если что-то в минус И мрак и на душе сутуло Мне говорят Повесели нас И я им падаю со стула АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и закончили своё выступление Моим любимым Да и всеми любимым уже Потому что некоторые мне говорят Учи классику, когда я Не читаю это стихотворение Это хорошо бы Новогоднее поздравление По сути дела Хочется стать солидным Но совершенно непонятным До какой же степени следует Раздуваться С одной стороны хорошо бы ещё немного А с другой может лопнуть кожа И будет больно Хочется стать любимым Но совершенно непонятно До какой степени следует Раздеваться С одной стороны хорошо бы ещё немного А с другой Обнажаться шрамы И будет стыдно Да Хочется стать богатым Но совершенно непонятно До какой же степени следует Расследоваться Так но чтоб hoor и не пройдёт Закупит совсем И будет противно Хочется стать свободным У нас совершенно непонятно До какой степени следует Расковаться С одной стороны хорошо бы ещё немного А с другой закуют совсем И будет обидно Так вот, хочется стать счастливым, но совершенно непонятно, до какой степени следует быть счастливым. С одной стороны, хорошо бы еще немного, а с другой, ведь хочется быть солидным, быть любимым, быть богатым, свободным. Господи, дай вам силы. Света Рейкина вас поздравляет с Новым Годом. Всего вам доброго. Для нас выступала Сталина Миштань. Спасибо, Сталина.